На фестиваль дизайна Красный проспект приехали две сотни начинающих дизайнеров. Новое слово молодые таланты сказали не только в создании одежды, но и в благоустройстве. В последнее время активное участие в преобразовании городской среды Новосибирска принимают студенты Университета архитектуры и дизайна, в том числе в благоустройстве монумента и сквера Славы. И самый острый вопрос, можно ли все-таки кататься на велосипедах и роликах по дорожкам этого парка, об этом поговорим далее. Что запомнилось на фестивале дизайна Красный проспект? Работала международная жюри из Италии, Франции, Германии, Швейцарии, Японии, Кореи и Китая. Поэтому все дефиле, все коллекции мы транслировали в прямом эфире. Сенсацией этого конкурса стала номинация «Инклюзивный дизайн». И, кстати, победителем стала работа ребят с нарушением слуха. Участники этой номинации пережили самую настоящую минуту Славы, потому что прямо у подиума на них посыпались заказы. Это действительно еще одна цель фестиваля – обеспечить новые имена, необходимая финансовая поддержка. А каков интерес к дизайну городской среды у молодых дизайнеров, архитекторов? Новосибирск выиграл два муниципальных контракта, в соответствии с которым 237 общественных пространств было проанализировано. Частные проектные организации не могли выполнить такую работу в таком объеме и в короткие сроки. Студенты с большим удовольствием включились в эту работу и говорили, что я бы хотел проектировать именно этот двор, этот район, потому что я живу недалеко. Им тоже не безразлично то, как будет выглядеть территория, на которой они живут. И, кроме того, конечно, очень вдохновляет студентов, когда они встроены в реальную работу и ощущают свою востребованность. Студенты активно принимали участие и в подготовке проекта по благоустройству монумента из Кверославы. Но пока там остается такой камнем преткновения вопрос велосипедного движения. Вот какова позиция все-таки? Мы провели более семи общественных обсуждений по этой территории. Речь идет только о территории мемориального комплекса, не парка за комплексом. Собирался президиум архитектурно-городостроительного совета. Мы встречались с советом ветеранов, тоже поднимали эту тему. У всех очень разные мнения. Когда мы пришли на территорию мемориального комплекса со студентами, мы почувствовали, что за многие годы через поколение происходит определенная девальвация ценностей уважения к таким памятным местам. Мы обнаружили молодежь, сидящую в чаше огня, греющую руки, собирающую монеты. Представители старшего поколения сделали замечание. По-моему, ребята даже не поняли, о чем их просят. Кроме того, сама территория комплекса работает как своеобразное акустическое зеркало. Оно многократно умножает тот звук и даже шепот, который произносится в районе мемориальных плит этих стел. Поэтому, безусловно, скейтеры, прыгающие вокруг чаши, производят очень много шума. Для того, чтобы сохранить покрытие, фактуры, сохранить особую атмосферу тишины на этом комплексе, необходимо обеспечить доступ на колесном транспорте только для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Безусловно, все условия будут созданы. Спасибо за интересное общение. Спасибо вам.